Всем привет, мои хорошие! Сегодня видео обещанное, что он решил по поводу вас, готов ли он принять решение. Все это мы смотрим на Таро Светлого Провидца. Итак, внимательно мы следим за сигнификацией. И давайте начинать смотреть. Сигнификация – это описание отношений, чтобы вы могли понять, о вас расклад или нет. Итак, что происходит в отношениях? Здесь женщина устала от тех конфликтов, которые происходят в паре. Если вы сейчас не вместе, и если вы сейчас поссорились, вы молчите или расстались, то самой главной причиной – это постоянные конфликты, которые возникали буквально на ровном месте. И только если женщина здесь переживала, и она начинала ковыряться в себе, а конфликты здесь такие, стабильные были, и причем ничего не предвещало, то мужчина здесь к вашим конфликтам относился как к естественному продолжению отношений. Ну, видимо, как, я не знаю, вкусная еда не бывает без соли, так и интересные отношения не бывают без выяснений этих самых отношений. Для мужчины ничего криминального и катастрофического не было. И каждый раз, когда вспыхивала какая-то между вами конфликтная ситуация, здесь мужчина сразу как-то отдалялся. И что женщину здесь больше всего и волновало, и беспокоило, что он не старался предотвратить конфликтную ситуацию, или он не старался успокоить свою женщину. Он вот буквально отдалялся, он мог закрываться, и потом в тот момент, когда вроде бы страсти утихают, он появлялся. Но для него, видите, пытаться успокоить женщину или пытаться с ней помириться, он так понимал, что он может сделать хуже. То есть, опять же, различные взгляды мужские, взгляды и женские на одну и ту же ситуацию, что если мы, женщины, считаем, что если мы начинаем ссориться, то лучше ситуацию предотвратить сразу, то зачастую мужчины считают наоборот, что я лучше сейчас нейтрализуюсь, я отойду на безопасное расстояние, чтобы вот этой вот волной меня не захватило. А потом, как только всё стихнет, я появлюсь, и мы, женщины, это называем, появился под дурачка, да, или появился, как будто ничего и не было. Но я всегда всем советую почитать книгу «Женщина с Венеры, мужчина с Марса», чтобы примерно понимать, что мы действительно абсолютно разные создания, и мы абсолютно по-разному видим ситуацию, и абсолютно по-разному смотрим, даже на конфликтные. Поэтому здесь женщина и находится в недоумении, да, как можно так, когда вроде бы между нами всё серьёзно, и мы серьёзно ссоримся, просто убегать и не пытаться меня здесь успокоить, да, вот не пытаться вовремя извиниться. Причём даже мужчина здесь, если и виноват в ситуации, и понимает, что он виноват, он, тем не менее, считает, что чтобы вот взрывной волной его не накрыло, я здесь лучше отбегу подальше, и как только всё утихомирится, я снова здесь появлюсь. Это вот главная, да, особенность данных взаимоотношений. Что ещё здесь? Ну, здесь очень проблемные отношения. Ситуация, когда ты не видишь выхода. Ситуация, когда ты понимаешь, что вот с каждым разом всё хуже, хуже, хуже. И много вопросов на тему «за что?» или «почему?». Но почему не получается? Почему мы не можем найти общий язык? Только по факту здесь раз от раза вы понимали, что эти отношения, они действительно скатываются, ну, вот во что-то вот бездуховное. Что бы ты ни делал, проблема, она не решается. Давайте мы ещё посмотрим здесь главную проблему, которая здесь в этих отношениях. Ну, непонимание друг друга относительно конфликтов и как их решать. Это самое первое. Давайте ещё посмотрим проблему в этих отношениях. Ну, смотрите. Здесь женщина, она настроена только на серьёзное. Здесь женщина не допускает для себя отношений просто для удовольствия, просто для того, чтобы интересно провести время. Для неё, если отношения у нас качественные, если отношения радуют друг друга, если мы подходим друг к другу, да, у нас одинаковые взгляды, я не знаю, там, на творчество, там, на музыку, там, на политику, на худой конец, то, значит, мы не просто так встретились друг с другом, и между нами всё должно быть серьёзно, да, всё должно быть правильно. То есть женщина абсолютно таких вот чётких взглядов, ну, хочется сказать, таких вот, ну, патриархальных, да, когда она чётко для себя решила, что если я с мужчиной, если я готова быть с ним в отношениях, значит, эти отношения должны привести к какому-то логичному завершению, вплоть до того, что там брак, семья, либо стабильные отношения надолго для тех, кто не стремится в брак, потому что, прекрасно знаю, не у всех моих девочек на канале, сама цель выйти замуж. Для кого-то долговременные, стабильные отношения, но прозрачные и честные. Когда партнёр ваш, и вы знаете, что он только ваш, и точно так же вы для этого партнёра, вот вся его, и больше вы на сторону не распаляетесь. Но здесь, видите, два старших аркана, которые говорят вот о такой вот глобализации ваших взглядов на отношения. И это тоже так, как мы смотрим в причины, да, в главные причины проблемы отношений, что, похоже, здесь мужчина, если мы идём от обратного, да, он не приверженец таких взглядов. Какие взгляды тогда у вашего партнёра здесь? Всё должно быть, понимаете, вот по наитию. Вот мне вспыхнуло, и когда бы я не появился, я должен быть всегда вовремя. Мне захотелось сегодня, допустим, я сегодня с тобой, а завтра мне захотелось там укатить на рыбалку. Значит, это должно быть нормально. Здесь мужчина сторонник таких вот импульсивных отношений, когда мы не навязываем друг другу вот что-то такое вот глобальное, да, что всё должно быть правильно, всё должно быть честно. А мы должны слушать себя, мы должны слушать своё сердце. И для мужчины вполне нормально, что в отношениях случаются качели, вот о чём мы здесь и смотрели, да. То есть он к каждой ссоре, которая возникает между вами или каждому недопониманию, возникающему между вами, он не относится к какой-то большой проблеме. Для него, в принципе, отношения – это не когда хороший, да, или показатель хороших отношений. Это не только когда всё хорошо, но точно так же, когда мы поссорились, мы не нашли там точек соприкосновения по какой-то конкретной теме, вот. И мы какое-то время молчим. Для него, поймите, девочки, для него нету, вот я не знаю, в его сознании такого пункта, что отношения должны быть только хорошими, да. Мы должны друг друга понимать, мы должны учитывать там мнение, взгляды друг друга. Для него нет. Захотелось – значит, мы сделали. Не захотели – значит, каждый должен уважать желания друг друга. Вот мужчина здесь настаивает, да, что каждый из нас – свободный человек, и каждый из нас, ну, если хотите, здесь творец своей собственной судьбы. И, соответственно, жить здесь нужно в удовольствии, жить нужно в кайф, да, как в очень-очень такой уже старой песне. И для него ограничение его свобод, потому что он хочет жить в удовольствии, как раз и является вашим взглядом на отношения. То есть, если вы хотите по-серьёзному, то у мужчины наоборот. Вот импульсное желание, и всё, я туда помчался. Да, вот видите, для мужчины ваша точка зрения, пусть он её здесь и уважает, пусть он реально знает, почему вы так говорите, или почему вы высказываете те или иные вещи. Но для него это ваше желание, его, ну, я не знаю, вот как дьявол, да, вот опутывает сетями, да, вот подвешивает ниточки. Так и для него вы выступаете в роли женщины, которая так или иначе пытается его связать, ограничив его свободу. А я хочу выходной на рыбалку. Почему я должен в эти выходные, я не знаю, с тобой там на даче, там, я не знаю, там, огород копать. Или я хочу в эти выходные вообще никуда не выбираться и выключить там телефон, вот, и полностью проваляться на диване. Почему я должен в выходные там что-то делать? Потому что это надо, да, кто сказал, что надо. Вот для мужчины слово надо не существует в его понятии. Пусть даже оно и есть, да, не потому что хочется, а потому что надо. Но только мужчина здесь старается все равно жить свою жизнь так, как ему нравится, как ему хочется. А все, что вы ему говорите, все, что вы пытаетесь до него донести, вот это якоря, по его мнению, который вы вешаете на него, ну, чтобы его сдерживать, да, вот в его порывах. Вот поэтому здесь главная проблема даже не в том, что вы по-разному здесь смотрите на конфликты. Главная проблема в том, что у вас одно видение отношений и так, как это должно правильно быть. А у мужчины совсем другой взгляд на жизнь. Он здесь не будет жить чьими-то догмами, потому что кто-то так живет, ну, хорошо. Кто-то пусть так живет, если его устраивает. А я буду жить так, как мне нравится. И поэтому даже если какие-то вещи правильные для тебя, то это не значит, что они будут правильными для меня. У меня есть своя жизнь, свои интересы. Вот, и, собственно, я хочу жить в удовольствии. То, что будет приносить кайф мне, и если это будет приносить кайф тебе, то здорово, да. Если нет, то извини. Вот, поэтому здесь и не получается. Здесь мужчиной договориться. Давайте посмотрим, теперь уже будем переходить к теме самого расклада. Готов ли он на какое-либо решение в отношении вас. И если да, то смотрим, что он именно решил. Если нет, то по какой причине он не готов принять решение. Ну, давайте смотреть. Готов ли он принять решение относительно вас. Он, девочки, здесь пока еще находится в размышлении. Видите, здесь какие размышления? Лишь бы не потерять самого себя. Это первое. Во-вторых, лишь бы здесь не проиграть. А в-третьих, здесь лишь бы потери, которыми он в любом случае будет жертвовать, да, принимая решение, чтобы эти потери не были глобальными и катастрофическими. Здесь мужчина очень материальный человек. Здесь мужчина всегда будет действовать относительно того, выгодно мне или нет. Теряю я или приобретаю. И ваши отношения здесь поставили, вот его жизнь, я не знаю, его видение. Перед ним поставили чашу весов, на которую он складывает все бонусы, которые он будет получать от ваших отношений. На другую он складывает все потери, которые он понесет, да, чтобы продолжать взаимоотношения вместе с вами. А пока здесь мужчина нам не дает ответ, ну, мы его все равно спросим, да, к чему он больше здесь склоняется. В любом случае у нас есть такая возможность. Но пока здесь мужчина находится в закрытом здесь состоянии, и вот два меча, да, два луча. Мы всегда должны помнить, что двойка мечей – это перекрестие двух мыслей, это когда сошлись в поединке разум и душа там, или разум и сердце. И вот что здесь перевесит, и прежде всего мужчина в любом случае будет опираться на материальное, то и решит. Здесь где выгоды, там где деньги, где имущество, там моя зона комфорта. Именно так здесь мужчина размышляет. Хорошо. Что вы, по его мнению, можете ему предложить? Отчего, по его мнению, из того, что ему важно предложить, вы ему не сможете? Давайте так тогда посмотрим. Итак, что, по его мнению, вы можете ему предложить? Позицию императора. Позицию моего мужчины, моего мужа, хозяина в доме. Он реально понимает, что вы его рассматриваете серьезно, и что если он выбирает вас, быть с вами, продолжать отношения, что вы его в любом случае на поедистал посадите, и он четко понимает, что вот ваше уважение его, как мужчины, здесь будет, да? Оно как бонусом прикладывается, что раз он выбирает вас, значит, это достойный мужчина для вас. Хорошо. Что еще? Но смотрите, но также здесь мужчина четко понимает, что вы в нем видите мужчину, который потом в дальнейшем должен взять на себя ответственность за вас, и материальную девочки здесь в том числе. Я женщина, я слабая, и если ты мужчина в моей жизни, то ты должен обеспечить мне комфортное проживание вместе с тобой, да? Или комфорт в отношениях. Соответственно, ты должен иметь возможность и быть, да, вот тем самым императором. А император – это человек, у которого есть там свои владения, у которого есть там своя территория, у которого есть деньги в том числе. И мужчина здесь четко понимает, что вы готовы дать ему вот этот трон императора, который он займет, но это не трон лодыря, там, лентяя, который будет только указы, да, вот выдавать, вот, а все будут выполнять. Он четко понимает, что вместе с этим троном он берет на себя полную ответственность за вас, и он должен там обеспечивать вас, он должен защищать вас, потому что император имеет армию, которая будет защищать территорию. И он четко понимает, что если он вам этого давать не будет, вы пусть и с разочарованием, пусть и с обидой, да, пусть и с горечью, но вы уйдете. Он четко понимает, что вы можете его бросить, если он не оправдает ваших ожиданий. А по его мнению, ваши ожидания, они такие прям, ну, они не маленькие, что он должен быть настоящим мужчиной, с которым вы будете жить, как за каменной стеной. А что, по его мнению, вы не сможете ему дать? Девочки, безусловной любви вы ему не сможете дать, потому что мужчина здесь способен на тайны. И мужчина здесь способен на какие-то, я не знаю, вот форс-мажорные моменты, и другие женщины здесь тоже, да, вот какой-то красной нитью. Здесь мужчина четко, девочки, понимает, что безусловной любви у вас по отношению к нему, да, вот, верховный жрец, иерафан, да, и двойка кубков. Это безусловная любовь, да, это высшая любовь в своем проявлении, которое только может быть. Что вы не будете закрывать глаза, если вас он будет обманывать, да, вы не будете, а безусловная любовь, да, вот, что бы ты ни делал, какой бы ты ни был, я тебя люблю во всех твоих проявлениях. В хороших, да, хорошо, но и в негативных тоже. Он четко понимает, да. И, конечно, здесь выбор у мужчины для него, да, довольно-таки сложный. То есть, с одной стороны, он понимает, что вы ему даете место такое очень высокое, да, статусное в вашей жизни, император, ого-го, конечно, да. Но, с другой стороны, вы не готовы ради того, чтобы он взял ответственность за вас, там, и обеспечивал в том числе, любить его и закрывать глаза на какие-то, там, его, я не знаю, там, тайны, шалости, там, флирт, может быть, с другими женщинами. Либо на некую свободу, когда он без вас, а вам остается только догадываться, да, ну, уехал он с мужиками на рыбалку, а что он там делает, да, а кто там еще помимо, там, тех друзей, которые он, ну, которых он вам озвучил вслух. И вот это его здесь действительно смущает. Вот то, что, вот та наша двойка мечей, между которой мужчина мечется, да. С одной стороны, здесь вроде бы, да, ты мужчина будешь в моей жизни, я буду гордиться, я буду уважать тебя, я буду о тебе заботиться, потому что ты же мой мужчина. Вот, но, с другой стороны, ты берешь за меня ответственность настолько, что ты не только, вот, как мужчина, да, защитник в моей жизни, но ты очень честный человек в моей жизни, который не позволил бы иметь какие-то тайны. То есть, с одной стороны, бонусы, да, вот та чаша весов, с другой стороны, минусы, которые мужчина понимает. И опять же, да, здесь все сворачивается к тому, что он знает, что если он поступит не так, как вам хочется, там, или он вас разочаровывает, то вы можете его бросить, и вы можете от него уйти. А уйти, вот, от стремления к каким-то тайнам здесь мужчина не может. Потому что я говорю, в самом, ну, там, в самом начале, в середине мы смотрели, да, что мужчина-приверженец импульсивного поведения, и мужчина-приверженец того, что ему резко что-то захотелось, и он помчался. Ну, с вами такого не получится. Даже если мы говорим, что мужчина вас любит, да, и мужчина готов, да, вот отказаться вот от чего-то материального, а для него это будет слишком серьезно, что мужчина готов быть тем человеком, который бы взял и ответственность за вас, там, и содержание финансовое в вас, вот. Но, с другой стороны, видите, вы же не позволите ему иметь какие-то его тайны. Поэтому здесь, да, вот эти два меча здесь их и схлестнулись. Ну, задаем тогда картам вопрос, к чему он больше здесь склоняется в своем решении, потому что выбор для него здесь нелегкий, да, и выбор для него действительно здесь очень-очень такой весомый, очень серьезный выбор. Ну, к чему он склоняется, да, что он решил по поводу вас. Девочки мои хорошие, во-первых, он здесь будет самое первое и самое главное смотреть на ваше поведение. И ему нужно, чтобы вот как вот в нем схлестнулись две стихии Пентакли и Жезлы, чтобы точно так же и в вас было соединение этих двух стихий, чтобы, во-первых, вы были женщина, которая бы не зависела от него материально, и, соответственно, мужчина не несет каких-то своих материальных потерь, а если он их и понесет, то чтобы вы могли ему компенсировать. Но здесь мужчина за равноценный обмен, да. Я заработаю, я там зарабатываю, не знаю, сто золотых монет, и ты, моя дорогая, тоже должна зарабатывать сто золотых монет. Вот тогда мы с тобой на равны, да. Тогда мы с тобой можем говорить на одном понятном нам языке. Во-вторых, я импульсивный, и у меня есть порой какие-то желания вот куда-то улететь, там сбежать, там скрыться ото всех. И ты должна обладать тоже такими качествами, чтобы ты меня смогла понять. И мужчина говорит, что если ты дашь мне понять, что ты вот такая же, как и я, вот один в один практически, то тогда я готов бежать за тобой, и я готов дать тебе и любовь, и понимание, и всё-всё-всё. Но, видите, здесь его важное условие. Вы должны быть очень похожи на него. Почему похожи? Тогда вы его точно сможете понять, и не сможете, и не будете, точнее, да, его ругать за то, что ему вдруг, там, рано утром в субботу понадобилось, ну, я не знаю, там, на охоту, там, убежать, там, улететь, на рыбалку. Или он вдруг вам говорит, мы с друзьями решили сегодня собраться, там, ты меня, типа, вечером не жди, да, а почему ты меня не предупредил, чтобы таких вопросов не было. Соответственно, здесь мужчина и вам, девочки, даёт разрешение на то, что у вас тоже может быть вот такая импульсивность. Тогда вы действительно сможете здесь друг друга понять, и тогда, что он здесь решил, он выбирает здесь вас. Готов бежать за тобой, готов любить, но ты должна быть такой же, как я. Тогда, он говорит, у нас всё получится. И тогда мы не только друг друга поймём, тогда мы будем очень таким вот крепким тандемом, который и будет залогом гарантии наших качественных отношений. Соответственно, если мы возвращаемся немножечко в начало расклада, чтобы вы не накручивали себя, когда он в момент ссоры вас не успокаивает, да, чтобы вы не расстраивались или не злились, что он появляется потом в какой-то момент под дурака, а ему захотелось, да, вот импульс такой пошёл, а я сейчас появлюсь и всё, и спрошу, как дела, как настроение, там, чем занимаешься, может, вы ему точно так же, да, дела нормальные, там, занимаюсь, там, я не знаю, там, собираетесь в гости, там, я не знаю, там, в ресторан, в кинотеатр. Всё тогда нормально. Вот такая вот здесь, девочки, история. Вот такой мужчина, который, да, готов здесь выбрать, и он здесь выбирает, но он выбирает женщину, которая будет вот практически его близнецом, клоном, но противоположного пола. Именно вот это для него будет залогом любви, вот, и гарантией крепких ваших взаимоотношений. Любить здесь обещает, понимать вас обещает, прибежать за вами, примчаться здесь обещает, но он, видите, говорит, что ты должна быть вот именно такой. Я надеюсь, вам понравился расклад. Я в любом случае желаю вам всего самого наилучшего, и вы должны понимать, что расклады предназначены прежде всего для того, чтобы посмотреть на свою ситуацию со стороны, проанализировать и принять своё собственное решение. И вы всегда должны помнить, что любое ваше решение, оно правильно именно для вас. Это ваша жизнь, и только вам решать, в какую сторону повернуть руль вашей жизни, либо держать его прямо. Поэтому не расстраивайтесь, если расклад не даёт вам точных каких-то прям ответов, что будет, потому что всегда во многом зависит от нас. Что будет, если я пойду налево, а что будет, если я пойду направо? Зачастую не бывает так, что у нас только один какой-то путь. Всегда есть или, или, или. Если мы не меняемся, если мы не готовы ничего делать и работать над собой, наша жизнь, в принципе, она предопределена. Мы имеем то, что имеем на данный момент. Вот и, в принципе, если мы ничего кардинально не меняемся в жизни, вот оно так и будет развиваться. Похожие где-то сценарии, похожие декорации и так далее. Но если мы начинаем форсировать, если мы начинаем в своей жизни делать какие-то передвижки, перестановки, то и окружение меняется, и люди меняются. И в ситуации, в которые мы попадаем, тоже они будут меняться. Об этом вы всегда помните. Ну и, конечно же, я напомню девиз нашего канала. Это вчера мечта, сегодня цель, завтра реальность. Крепкого вам здоровья. Берегите себя и родных, близких. И до встречи в новых видео. Пока-пока.